Елена Бурдаева живет в Куйбышевском районе вот уже 40 лет. Во дворное Лепиковскую, 3, приходят вместе с внуками на детскую площадку, которую обустроили сами жители. Этот небольшой игровой комплекс стал местом притяжения для детворы со всей округи. Это все родители. Мы вычистили все. Тут, во-первых, были дебри. Это раньше было тут. Все вырубили. Оказалось, что тут, видите, даже эти дорожки все. Останавливаться на достигнутом жители не стали. И в середине июля пришли на прием в районную администрацию с просьбой благоустроить их двор. Там посоветовали принять участие в региональной программе «Содействие». И жители написали заявку. Узнать, на каком этапе ситуация решила глава города Елена Лапушкина. И выехала на место. Игра вот туда таким людям. Давайте. Скоро по адресу начнутся работы, а глава Самары отправилась дальше. Следующей точкой в ее маршруте стал двор на улице 40 лет Пионерии, 21. Эту большую площадку в Куйбышевском районе уже начали благоустраивать. По просьбе жителей здесь ремонтируют дорогу, а сами они облагораживают территорию. К примеру, Валентина Антонова высадила под окнами цветущий сад. Благоустроим свой двор. Мы же здесь живем. Ну, в общем, саженцы вот такие, кустики, прутики сажали. Вставала в пять часов утра, отливала, попросили, сделали, нам вывели воду. Поливали, рыхлили, пололи, сажали. Зимой заняться нечем. Я уже не могу без этого. Рассаду сажаю. Районные власти обещают, одной дорогой дело не ограничится. У вас очень большой здесь двор, его за один год было трудно охватить. Вот смотрите, то, что мы сделали в этом году, это не значит, что мы отсюда уйдем и все забудем про вас. Это будет сделано поэтапно. Если мы пришли во двор, мы его сделаем полностью. А вот дворно-фасадной уже благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Здесь уложили новый асфальт и установили современный детский комплекс. Мы недолго ждали. Ну, считайте, в 2018 году заявку подали, в 2019 год дороги, в этом году площадка детская. Скамеечки сделали для бабушек, вот четыре там лавочки со спинками, они там, ну, стружки за 80 почти всем. Они отдыхают там, сидят довольны. Волнуют жители не только благоустроенные дворы. В Куйбышевском районе две организации не могут разобраться, кому принадлежит котельная. Как результат, страдают жители, оставшиеся без горячей воды. У нас отключили горячую воду вчера вечером. Жители остались без горячей воды. Долотный в шесть, вся долотная. Ну, 41 дом у нас отключили. Да, да. И вот нельзя как-нибудь разобраться с этой ситуацией. А вас как зовут? Елена Михайловна. Елена Михайловна. Проблема у нас такая острая, достаточно стоит. Занимаемся ей непосредственно. Мы уже в прокуратуру обратились, СИФАС обратились. И район контролируется со своей стороны. Точно мы вас без отопления, без горячей воды не оставим. Сейчас, пояснила глава Самары, городские власти держат эту ситуацию под контролем. Все необходимые документы отправлены в соответствующие ведомства. Безусловно, мы жителей не оставим ни без горячей воды, ни без отопления в отопительный сезон. Максимально принимаем меры для урегулирования данного вопроса, данного конфликта. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки найдем выход из ситуации и жители нас окажут без горячей воды. За лето по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Куйбышевском районе преобразят в пять придомовых площадок. И еще несколько по губернаторскому проекту «Содействие». Кроме того, в десяти дворах отремонтируют внутриквартальные дороги. Закончить все ремонтные работы должны к началу осени. Мария Левина, Сергей Баскин, Василий Калдашов. События.